Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня обзор посвящен никель-цинковым аккумуляторам фирмы PowerGenics. Небольшая предыстория компании PowerGenics. Эта фирма находится в США, занималась разработкой и выпуском никель-цинковых аккумуляторов до приобретения ее фирмы Zinc-5 в 2016 году. В Википедии, нажав на ссылку официального сайта PowerGenics, вы попадаете на сайт Zinc-5. Фирма выпускает довольно широкий перечень продукции, в частности, источники бесперебойного питания для больших дата-центров, аккумуляторные батареи для умного электротранспорта, узкостартовые аккумуляторы для автомобилей, а также выпускается аккумуляторная батарея, сделанная на основе ячеек размера форм-фактора Sub-C. Диаметр аккумуляторов 22,4 мм, длина 45 мм. Номинальная емкость этих аккумуляторов 2000 мАч. Масса аккумуляторов 48 граммов. Ни слова о выпуске аккумуляторов 4-факторов 2А, 3А и так далее я на этом сайте не нашел. Надпись PowerGenics в данном случае, наверное, не является синонимом оригинальные высококачественные никельцинковые аккумуляторы. Я проведу обзор этих аккумуляторов и мы вместе с вами увидим, каковы же реальные характеристики и на что способны эти аккумуляторы. Я приобрел 4 аккумулятора. Они продаются вот такими парами, стянутые таким прозрачным целлофаном. Аккумуляторы форм-фактора 2А. Это указано. Название фирмы PowerGenics. 1,6 В. Указана величина накопленной энергии данных аккумуляторов 2500 мВт-часов. Для того, чтобы перевести это значение в наиболее понятное, наверное, величину, это величину накопленного заряда, нужно эту цифру разделить на 1,6 В. Это будет ориентировочные данные. Емкость данных аккумуляторов должна быть в пределах 1500-1550 мАч. Имеют наклейку зеленого цвета. Это не термоусадочная пленка, это именно наклейка, потому что хорошо ощущается переход, то есть, когда один слой наступает на второй. Надписи ровные. Указана никель-цинк, полярность, слева плюс, справа минус. Указано, что данные аккумуляторы необходимо заряжать специальными зарядными устройствами для никель-цинковых аккумуляторов. Плюсовой вывод. В верхней части стыковка этой наклейки выполнена очень некачественно, неровно. Такое ощущение, что это сделано на коленке. Минусовой вывод. Аналогично. Пленка наклеена неровно. Мы здесь не видим четкий круг, мы видим какой-то овал. Плюсовой вывод. Возвышается над верхним краем аккумулятора примерно где-то на 1 мм. Минусовой вывод. Плоский. На сайте продавца указана масса этих аккумуляторов. 24,5 грамма. Проверим. 23,16 грамма. 23,4 грамма. 23,25 грамма. И 23,48 грамма. То есть мы видим, что масса аккумуляторов меньше, чем указано на сайте продавца. Размеры аккумуляторов диаметр 14 мм ровно, длина 50 мм ровно. Возьму еще один аккумулятор. Диаметр 14 мм ровно, длина 50 мм ровно. Данные размеры соответствуют форм-фактору 2А. Я измерю внутреннее сопротивление данных аккумуляторов с помощью точного прибора YR1035 методом пропускания переменного тока частотой 1 кГц. Это наиболее точный из методов измерения этой величины. Напряжение на выводах аккумулятора 1,46 В. Внутреннее сопротивление 178 мОм. Второй аккумулятор. Напряжение 1,32 В. Внутреннее сопротивление 266 мОм. Третий аккумулятор. Напряжение 1,53 В. Внутреннее сопротивление 143 мОм. Четвертый аккумулятор. Напряжение 1,39 В. Внутреннее сопротивление 223 мОм. Логика в этом есть. Аккумуляторы, которые больше разряжены, соответственно, они имеют и более высокое внутреннее сопротивление. Чем более заряжен аккумулятор, тем ниже внутреннее сопротивление и тем больше ток он может обеспечить. Первое, на что мы можем обратить внимание, на то, что напряжение на выводах различное. Это значит, что аккумуляторы, видимо, из разных партий. Ну, заряжены они по-разному. Итак, напряжение калибрится от 1,26 В до 1,54 В. Я подготовил 12-ю программу для тестирования никель-цинговых аккумуляторов. Посмотрим параметры. Планируется режим цикл. Ток заряда 0,5 С, даже чуть ниже. Заявил производитель величину накопленного заряда примерно 1500 мАч. Ток заряда будет 0,5 С. Исходя из этого, я выставил и ток разряда 0,3 А, то есть 0,2 С. Планируется цикл. Сначала заряд до верхнего порога напряжения 1,9 В с током отсечки 50 мА. И планируется дальше разряд до величины 1,2 В. Контроль температуры 45 градусов Цельсия. Перед тем, как я запущу программу, я измерю еще раз величину внутреннего сопротивления всех аккумуляторов, но уже методом постоянного тока. Величина внутреннего сопротивления довольно высокая. Все аккумуляторы показали значение больше 200 мОм. Аккумулятор в третьем слоте, который наиболее разреженный, он вообще показал 606 мАч. Начинаем процесс тестирования. Закончилось тестирование. Результаты получились следующие. Аккумулятор в третьем слоте показал минимальную емкость 716 мАч. Аккумуляторы 1, 2 и 4 показали значение от 1280 до 1451 мАч. Посмотрим дополнительные параметры. Аккумулятор в первом слоте отдал накопленной энергии 2107 мАч. Во втором слоте 2336 мАч. В третьем всего 1121 мАч. И в четвертом 2035 мАч. Тестирование продолжалось около 13 часов. Полученное значение накопленного заряда и накопленной энергии не дотягивает, конечно, до тех значений, которые указаны на корпусе аккумулятора. Я хочу повторить процедуру тестирования. Проведу еще один цикл. Завершился второй цикл. По результатам мы видим, что существенного изменения значений не произошло. В третьем слоте по-прежнему аккумулятор показал небольшое значение 709 мАч. А вот аккумуляторы в первом, втором и четвертом слотах показали значение больше чем 1300 мАч. Посмотрим дополнительные параметры. Величина отданной энергии. Аккумулятор в первом слоте отдал 2136 мАч. Во втором 2339 мАч. В четвертом 2111 мАч. И в третьем 1100. Аккумуляторы полностью заряжены. Проверю еще раз внутреннее сопротивление аккумуляторов методом постоянного тока в полностью заряженном состоянии. 94 мАч, 64-68 мАч. Ну и аккумулятор в третьем слоте, который имеет самые худшие характеристики, имеет соответственно и большее внутреннее сопротивление. 122 мАч. Аккумуляторы пронумерованы. И сейчас с помощью прибора 1035 измерим внутреннее сопротивление методом пропускания переменного тока частотой 1 кГц. Первый аккумулятор. 33 мАч. Второй аккумулятор. 32,4 мАч. Третий аккумулятор. У этого похоже значение 65 мАч. В два раза хуже. И четвертый аккумулятор. 36,2 мАч. Дальнейшее тестирование я буду проводить с помощью зарядного устройства A-Charge 406-DU. К зарядному устройству подключен слот для тестирования аккумуляторов. Установлен аккумулятор номер один. На нем вы видите установлен термодатчик, который будет контролировать температуру и демонстрировать ее на экране зарядного устройства. Аккумулятор номер один полностью заряжен. Напряжение на выводах 1,86 В. Температура на поверхности аккумулятора 23,9 градуса Цельсия. Планируется разряд током 1,3 А, то есть 1С. Начинаем тестирование. Разрядный ток достиг значения 1,3 А. Напряжение снизилось до 1,7 В. Мощность разряда в данный момент составляет 2,2 В. Третья цифра указывает количество накопленного заряда, которое отдает аккумулятор в процессе разряда. Напряжение достигло нижнего порога 1,2 В. Аккумулятор отдал 877 мАч. Температура на поверхности аккумулятора 37,2 градуса Цельсия. Установлен второй аккумулятор в слот. Аккумулятор полностью заряжен. Напряжение на выводах 1,87 В. Планируется разряд током 2,6 А, то есть два значения емкости. Разрядный ток достиг требуемой величины 2,6 А. Напряжение снизилось до 1,65 В. Мощность разряда в данный момент 4,2 В. Завершение разряда настроено по двум параметрам. Нижний порог напряжения 1,2 В. Либо температура на поверхности аккумулятора 50 градусов Цельсия. Посмотрим, что наступит раньше. Температура на поверхности аккумулятора сейчас 24,1 градуса Цельсия. Завершился разряд аккумулятора. По нижнему порогу напряжения 1,2 В. Момент завершения разряда температура на поверхности аккумулятора была 42,5 градусов Цельсия. Аккумулятор отдал 722 мАч. В слот установлен аккумулятор номер 4. Он полностью заряжен. Планируется разряд током 3,9 А, то есть три значения емкости. Разрядный ток достиг величины 3,9 А. Напряжение снизилось до 1,52 В. Третья величина – величина накопленного заряда, который отдает аккумулятор. Мощность разрядов в данный момент составляет 5,7 Вт. Завершился разряд аккумулятора током 3С. В момент завершения разряда температура на поверхности аккумулятора была 35 градусов Цельсия. Аккумулятор отдал 322 мАч. Это очень низкий показатель. Это примерно 25% от значения, которое мы получили при разряде током 0,2С. Подведем итоги. В спецификациях аккумуляторов ЦИНК-5 емкостью 2000 мАч форм-фактора САПСИ указан максимальный разрядный продолжительный ток, который могут поддерживать аккумуляторы этой фирмы. Величина составляет до 10С, то есть до 10 значений емкости. Аналогичные характеристики указаны в сводной таблице в инструкции пользователя зарядного устройства SkyRC MC3000. Там также указан максимальный продолжительный разрядный ток для всех никель-цинковых аккумуляторов от 1 до 10С. То есть в целом считается, что никель-цинковые аккумуляторы высокотоковые. Результаты тестирования аккумуляторов PowerGenics с заявленной емкостью 2500 мВт.ч. представлены на экране. Сразу оговорю, что третий аккумулятор приехал поврежденным. Возможно причина этого длительное хранение в режиме полного разряда. Поэтому дальше я буду рассказывать о результатах аккумуляторов 1, 2 и 4. Размеры аккумуляторов PowerGenics соответствуют аккумуляторам 4-фактора 2А. Масса аккумуляторов чуть больше 23 граммов. Величина внутреннего сопротивления аккумуляторов, измеренной при разряде постоянным током, составила значение от 64 до 94 миллион. Величина внутреннего сопротивления аккумулятора, измеренной методом переменного тока, составила значение от 32 до 36 миллион. Довольно хороший показатель. Величина накопленного заряда, который отдали аккумуляторы при разряде током 0,2С, составила значение от 1324 до 1451 миллиампер часов. Эти значения составляют от 85 до 94 процентов от заявленного номинала. Величина накопленной энергии составила значение от 2111 до 2339 милливатт часов. Эти значения составляют от 84 до 94 процентов от номинала. При разряде первого аккумулятора током 1С, то есть 0,3А, аккумулятор отдал 877 миллиампер часов. Эта величина составила 65% от номинальной емкости. При разряде аккумулятора номер два, разрядным током 2С, аккумулятор отдал 722 миллиампер часов. Эта величина составила значение около 50 процентов от номинальной емкости. При разряде аккумулятора номер 4 током 3С, аккумулятор отдал 322 мАч, это значение около 25%. Это очень небольшое значение. Выводы. Аккумуляторы PowerGenex, никель-цинк, заявленной емкостью 2500 мВт.ч, не являются оригинальными. Они низкотоковые. Аккумулятор номер 3 поврежден, возможно из-за длительного хранения в разряженном состоянии. Рейтинг аккумуляторов 1, 2 и 4. Емкость 2100 мВт.ч, максимальный продолжительный разрядный ток 2,6 А, 2С. Не рекомендую такие аккумуляторы для использования в фонарях, детских игрушках с электромоторами. Допускается применение этих аккумуляторов в низкотоковых потребителях, радиомыши, радиоклавиатуры, пульты для аудио и видеоаппаратуры. Стоимость одного аккумулятора составляет 2,5 доллара. Это примерно 170 рублей. Друзья, теперь вы знаете характеристики этих аккумуляторов. Покупать их или нет, решать вам. Благодарю вас за то, что смотрите мои видео. Если понравилось это видео, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями, коллегами, соседями. Подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам удачи и процветания. До свидания, друзья.